Сейчас. И вот, друзья, Роман Газенко, да, и мы как раз-таки к вебинару готовимся, и самое главное, чтобы людям после нашего вебинара практически стало легче и лучше жить, поэтому ты тогда в следующий раз на вебинаре будешь говорить о образе, о слове, ещё о чём. Ну, мы начнём со слов. Да, теперь я замолкаю. В начале было слово, но мы с тобой, выдадим небольшой секрет, мы же с тобой общаемся постоянно, и у нас с тобой постоянно идёт работа, причём работа научная, и искры мы с тобой высекаем ой-ой-ой ещё какие. Поскольку ты мне задал вопрос, а какова этимология или происхождение слова-образ, что это вообще означает? Ну, мы говорили о том, что, используя слова, как знаки, как оболочку, мы часто забываем о содержании. Но это всё равно, что питаться фантиками, вместо того, чтобы есть конфету, или угощать кого-то фантиком. Красиво, эффектно, но неэффективно. Это тоже, да. Это как, ну, на фронте салютуют только после победы, между салютом и выстрелом главного калибра есть определённая разница. Так вот, давай стрелять с главного калибра. И так образ. Очень непростая эта история, потому что именно образ, или образное мышление превратило человека в человека. Подожди, ты в прошлый раз говорил вербально, словесно. Конечно. Слово-сигнал-сигнал. Да, но вот тут... Сказал, что это связано с развитием сознания. Да, видишь, какая штука. Животное ориентируется на том, что оно может воспринимать органами своих чувств. Зрение, обоняние, осязание. И животное не может оперировать понятиями за пределами вот этого пространства, которое оно может зарегистрировать своими органами чувств. Человеку дана уникальная возможность использовать понятия, которые невозможно пощупать, потрогать или понять. Выйти за пределы ощущений, да? Да, да. Когда мы выходим за пределы ощущений... Я-то знаю, я делаю вид, что не знаю для того, чтобы вы... Ах ты хитрый, ах ты хитрый. Чтобы вы его слышали. Ну давай я тебе как ученику, ты у меня прилежный, на пятёрочку, да? Да, да, именно так, да. На зачёт. А я о чём знаю, о том, что ещё Павлов говорил, вторая сигнальная система, она всё знала. Именно, именно, великий Павлов. Так вот, когда мы выходим за пределы ощущений, мы выходим за пределы нашей первой сигнальной системы, вот этой лимбики, которая обеспечивает функционирование нашего тела. Когда мы выходим за пределы, мы превращаемся в человека. Тогда мы можем оперировать такими понятиями, как завтра, как счастье, любовь, ответственность и прочие вещи, которые невозможно, прости, понюхать. Тогда мы можем спланировать что-то или сформулировать для себя что-то как цель. Животное работает по программе. Животное не задумывается. Поэтому они не выживают, если сменится климат или ещё что-то сменится. Абсолютно верно. Лимбика, она очень инертна. И если щука идеально приспособленная быть королевой пищевой цепочки в водоёме, если она не способна адаптироваться, и тогда, желая пообедать рыбёшкой, и приняв блесну за рыбёшку, вместо этого она оказывается на сковородке. Так вот же вопрос в чём. У нас как раз неопределённость. И старые шаблоны мышления, которые мы повторением от учения обучаемся в школе, в институте и так далее. И вот сейчас в этой неопределённости мы попали, потому что сейчас интернет начинает завоёвывать, мир цифровизации и так далее. И теперь мы должны научиться в этой неопределённости на что опереться. На образ. На образ. Вот возвращаемся к образу. Только образ является производной от слова. Вот так работает наша вторая сигнальная система. А слова будут иметь значение? Но это зависит от нас. Так. Потому что для кого-то любить котлеты, быструю езду и свою жену и детей, это понятие одинаковое. То есть человек единственный из всего животного мира, который при резкой смене условий выживает и не вымрет, как вымерли вот эти ящери, когда изменился климат на планете. Поэтому если роман нас научит правильно соображать в условиях неопределенности, мы не вымрем. Вот обрати внимание, смотри, какое хорошее слово. Со-ображать. То есть совмещаться с образом. Итак, вернемся к образу. Образ – это то, что позволяет нам сформулировать нашу цель и ответить на вопрос «а зачем?». «Зачем мы?». Вот зачем мы? Без ответа на этот вопрос говорить о том, что нам нужно здоровое тело, просто бессмысленно. Безобразно. Без образа это. Потому что инструмент создается под задачу, а не наоборот. Нельзя сначала изобрести микроскоп, а потом думать, что им делать. В лучшем случае гвозди забивать. Система эта сломается. Наше тело, физическое тело, это тоже инструмент, и он создается под задачу. А задачу невозможно сформулировать без образа этой задачи или образа будущего. Итак, что такое образ? Образ, переводя на современный язык, это сечение или обрез. Как это работает? Представим себе пенёк. Вот то, что мы спилили, вот это вот пространство, вернее, эта плоскость, это проекция того, чем было дерево. И по этой проекции, это и есть образ. Мы можем получить необходимую информацию по нашему запросу. Возраст дерева, порода дерева. Мы можем визуализировать, какое это было дерево. Мы можем определить его кольца. Какой был климат, в какой из годов, сейчас именно по дендрологической этой карте, можно восстановить климатическую историю периода, пока жило это дерево. Можно найти в этом дереве осколок минувшей войны. Можно определить, какие были атаки всяких вредных насекомых и так далее, кто в нём гнездился. То есть, этот спил, как образ, даёт нам, по нашему запросу, уникальное пространство информации. Мы через слово, через образ, можем получить алгоритм наших действий. Мы можем понять, а что происходит вокруг. Вот это важно, чтобы наши слушатели поняли, что они после вебинара получат, как изменится жизнь. А теперь от противного. Что происходит с людьми, которые формируют у себя некий образ обстоятельств, которые с ним происходят? Один очень мудрый человек, который занимался деревьями, был такой Евсей Мелицев, сказал мне одну фразу, которая сейчас всё больше и больше требует глубокого понимания. Он сказал так, не факт приносит нам инфаркт, а только отношение к факту. Как это работает на уровне мозга? Как бы мы не пытались регулировать себя психофизиологически, главным для человека остаётся вторая сигнальная система, это его разум, а не его подсознание, то есть его сознание. И сообразно действовать – это наша задача. Когда возникает фальшивый образ, происходят удивительные вещи. Описан случай. Бодом из так называемых примитивных племён, охотник, возвращается с неудачной охоты, сам голодный и видит на пеньке недоеденные остатки чьей-то трапезы. Он набивает себе желудок, возвращается в Шабу, в своё племя, и ему говорят, что он съел еду вождя племени, а это табу. Он через 20 минут умер. Мозг выдал... Есть ещё такое отношение, что кому-то казалось, что он в вагоне каком-то застрял, там в тамбуре или где-то, там ему казалось, что там холодильники не выключены, ну попал в какую-то ситуацию, и мёрз, и замёрз. А на самом деле, оказывается, там и нагрев работал, а кому... Да, это при фрижераторе, это тоже... Мозг даёт нам уникальную команду, но как доказательство от противного, известное нам со средней школы в сложных теоремах, можно таким же образом сказать, что мозг достаточно способен дать нам команду, чтобы жить, жить хорошо, счастливо и здорово. Поэтому у нас стресс-тест такой, если я воображу, то есть образ, что руки у меня магниты, сделаю взгляд рассеянный и начну представлять, что руки магниты, и не буду им мешать, включается идиомоторная реакция. Вот пошли руки. У тебя есть образ конечного результата. Ты словом себе приказал не рукам двигаться, а поставил перед ними задачу. Друзья, до встречи. Вот так будет у нас, вот так. До встречи.